Всем привет! Сегодня я решила покрасить волосы. Корни у меня уже отросли. Я хочу сейчас сразу показать вам, какие они у меня сейчас корни до окрашивания. И поэтому я, как обещала, хочу покрасить сегодня корни волосы новой краской, которой я еще не пользовалась. Это краска Ботаника от Фаберлик. Почему я выбрала эту краску? Это Десяточка. Потому что мне понравилось, что здесь в составе есть репейное масло, масло крапивы, алоэ вера, фитокератин. Ну, в общем, какой-то такой хороший травяной состав. И мне кажется, она, натуральные масла, мне кажется, она такая щадящая, в общем-то, для волос. Ну вот. В общем, этот состав мне понравился, и поэтому я ее выбрала, и вот хочу протестировать. Открываем краску и посмотрим, что там у нее внутри. Внутри там написана инструкция, но она также написана еще и на коробочке. Но, в принципе, ничего нового нету. Все, как обычно, во всех красках. Есть тут тюбик, есть тут эмульсия. Потом, после покрашивания, это маска для ухода. Ну, как бальзам, ополаскиватель, там, 2 минуты подержать. И перчаточки. Все. В общем, все, как в обычных красках. Еще в эту краску я хочу добавить ампульный концентрат. Я его уже брала, уже раза два пробовала его. Это вот такая вот капсулка. Эту капсулу можно добавлять в краску, в любую написано. И либо просто так использовать, как отдельно. Ну, отдельно не очень это удобно, а в краску добавить, и уже я добавляла, и, в общем, нормально все. Ну, это для глубокого восстановления волос с маслом Амлы. Волосы все равно, хоть как-то, но портятся, потому что красятся постоянно. Ну, и вообще так от воздействия разной окружающей среды. Поэтому, я думаю, что это не повредит периодически делать такое. Ну, и в конце, после окрашивания волос, я хочу протестировать еще регулирующий шампунь для жирных волос. Я его еще не пробовала, но я краску смою немножечко вот этого шампуня. Потом уже я вот эту масочку сделаю. Хотела сделать бальзам-ополаскиватель, который я уже брала, ботаника также. Но, раз тут в комплекте есть вот эта масочка после окрашивания, то я, пожалуй, использую именно ее, потому что я думаю, что в ней, наверное, все-таки есть что-то такое, что еще и красочку, может быть, закрепит на волосах. Вот такие средства, которыми я сегодня буду пользоваться. Ну что, в общем, у меня есть мисочка, кисточка, расчесочка и зеркало передо мной. Так как я эту краску еще не пользовалась ею ни разу, поэтому я полностью использую все, весь тюбик и флакон. И начну с окрашивания корней, а потом протяну по всем волосам, чтобы как-то, если даже там какой-то оттеночек будет другой, чтобы он не бросался в глаза. Может быть, на всю голову и хватит. Ну, посмотрим. Так что сейчас давайте будем разводить красочку. Открываем тюбик. Здесь вот так продавливаем. И весь тюбик я сюда выдавлю. Ну все, красочку я намешала до однородной массы. Вот, добавила туда масло, амлы. И все. Теперь я одеваю перчаточки и начну покрашивание. А может быть, одной перчатки мне и хватит. В общем-то, крашусь я как обычно. Не по правилам, как положено. Потому что начинать лучше сзаду, но я уже привыкла начинать спереди. Поэтому буду красить, как привыкла. Ну, в общем, сидя здесь, наклонять мне голову, мне не очень хорошо все видно. Поэтому я пойду над мойкой волосы окрашу и потом вернусь к вам. Ну вот, я накрасила волосы. В общем, сейчас выжду 30 минут. Ну, по крайней мере, написано 30 минут. Обычно я краску выдерживаю дольше. Минут 40, там 45. Ну, подержу 30 минут. Я думаю, будет, может быть, достаточно. Хотя, может быть, добавлю 10 минут по ощущениям. Но ощущения пока нормальные, хотя по времени прошло уже минут 15. Ну, посмотрим, что за краска. Пока я не вижу ничего такого. Посмотрим, как она будет уже на волосах смотреться и изменится ли немножко оттенок. Хотя это я взяла 10.0. 10.0. То есть, липовый мед написано. По картинке цвет волос похож на мой. Думаю, что он не должен измениться особо. Краски мне хватило. Еще что хочу сказать, что краска все-таки имеет запах. Ну, краски они-то все запах имеют. Где-то сильный запах, где-то нет. Но в этой краске запах есть, поэтому лучше, конечно, красить волосы в проветриваемом помещении. Поэтому я открыла окошечко и, в общем, проветривалась и красилась. Ну, все. Как истечет время, я голову смою и вернусь к вам. Посмотрим, что у меня там получилось. Ну, что, мои хорошие. Красочку я смыла. Я смотрю, корни у меня прокрасились. Цвет не изменился. В принципе, у меня... Я тон подобрала, значит, правильный. Хоть краска и другая. В общем-то, даже не вижу там, чтобы какой-то был оттенок. Но сейчас я думаю, что, наверное, надо пойти подсушиться. А потом посмотрим уже, как это будет выглядеть на сухих волосах. Да? Ну, что, мои хорошие. Вот я волосы высушила. Теперь они такие у меня воздушные. Краска, я смотрю, хорошо смотрится. Корни прокрашены. Можете посмотреть. В общем, краской я довольна. Краска мне подходит. И я, может быть, еще буду ее заказывать. Ну, волосы шелковые, воздушные. Все хорошо. Ну, на этом я хочу свое видео закончить. Кому мое видео понравилось, кому было интересным, полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...